Сегодня, 30 октября, в России вспоминают жертв политических репрессий. Кровавая машина террора прошлась и по семьям бичан. В нашем городе пострадали около двух тысяч человек. Почти половина, а именно 858 человек, были приговорены к высшей мере наказания – расстрелу. И это лишь официальные данные. Точное число жертв никто не знает. Я выросла, конечно, без отца. Ну, жаль, конечно, всех людей, которые вот такую принесли кару, несправедливость такую. Ну, и в то же время, вот, мой отец защищал опять же эту страну. Видите, какое стечение обстоятельств. Отец мой, Иван Степанович, прошел всю войну, представь тебе. Вот, и жаль, конечно, что я его только раз видела, когда он раненый, приходил домой. И принес белый такой пирог с морковкой. И это было для нас что-то лучшее лакомство. Я никогда не видела, я помню этот белый пирог. Где-то он купил по дороге, чтобы хоть как-то семью порадовать. Вот все. Каждый год 30 октября дети, внуки и правнуки, жертв сталинских репрессий, приходят вспомнить страшные годы к мемориальному комплексу. Именно здесь, по данным историков, краеведов уничтожали без вины виноватых. Добавим, что в старом центре Бийска в 90-м году в яме размером около 30 квадратных метров были найдены останки 68 жертв террора. Репрессиям подвергались военачальники, политические деятели, а также простые люди. Пострадали и члены их семей, потому как клеймо дочери, сын врага народа, оставалось с ними на всю жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова